На сегодняшний день в пластической хирургии в эстетической части самыми востребованными являются операции и процедуры, направленные на улучшение внешности, правильнее даже будет сказать на омоложение. Самая популярная операция является операция по исправлению эстетических недостатков в области век, в области глаз, даже так правильно было сказано. Глаза в зеркало души и наши пациенты стремятся повлиять на зеркало своей души, выглядеть моложе, выглядеть лучше. Поэтому этот комплекс процедур и хирургических вмешательств, направленных на улучшение периорбитальной области, является самым востребованным на сегодняшний день. Что это за операция? Прежде всего речь идет о блефоропластике. Блефоропластику можно выполнять несколькими разными способами. В своей практике я чаще пользуюсь для пластики нижних век транском ультевальным доступом, либо обычным субциллиарным доступом, когда разрез делается ровненько под ресницами нижнего века. Таким образом мы избавляем пациента от мешков под глазами, от избыточной кожи на нижних веках, что придает глазам более молодой, более свежий вид. И так называемый эффект уставших глаз, на него мы тоже можем повлиять. Вопреки распространенному заблуждению, эта операция никак не влияет на разрез глаз. Если операция выполнена правильно, если пациент соблюдает все рекомендации к хирургу после операции, то результат будет максимально соответствовать ожиданиям пациента и врача. Если мы говорим о пластике верхних век, то эта операция немножечко попроще. Ее выполняет практически любой, более-менее, знающий пластический хирург. И несмотря на такую свою доступность, эта операция, ее результат достаточно сильно отражается на внешности пациента и, как правило, подчеркивает правильные черты лица. И, кроме того, сильно отражается на свежести и новости взгляда. Реабилитационный период после таких операций небольшой. Он обычно соответствует 3-4 суткам после операции. В этом сроке снимаются швы. Снеки и отеки остаются заметными примерно 5-6 дней. Уже после снятия швов можно пользоваться косметикой.